В эфире телеканал Агродна Плюс, информационно-аналитическая программа «Назревший разговор». В студии для вас работает Галина Амбражей. Добрый вечер. Всем нам в жизни приходится решать проблемы, преодолевать препятствия, задавать вопросы или искать на них ответы, что, в свою очередь, не всегда заканчивается успехом. И сегодня вместе с гостем нашей студии мы попытаемся найти ответы хотя бы на некоторые вопросы наших телезрителей. У нас в гостях прокурор города Гродно, старший советник юстиции Владимир Владимирович Клишин. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Владимир Владимирович, проанализировав эти вопросы, которые поступили к нам, складывается впечатление, что прокурор — это последняя инстанция, а порою может быть даже и надежда. Вот ваше мнение. Почему так складывается? Почему такое мнение у людей? Я хочу начать с чего. Сегодня наш ветеран органов прокуратуры, придя к нам на торжественное собрание в областную прокуратуру, сказал, иду, говорит, я по городу, чувствую, что у меня на душе праздник. И по лицам людей вижу, что многие из них не знают, что есть такой праздник, день прокуратуры. Но когда приходит беда, когда им сложно, когда им тяжело, они все знают, что надо идти к прокурору. Вот действительно, да. Почему же люди входят к прокурору как к истине последней инстанции? Ну, на это есть ряд причин. Первую причину, в принципе, вы назвали, да? Борьба с бюрократией. Сама прокуратура при Петре I возникла именно как орган борьбы с бюрократией, как орган, который должен был следить за тем, чтобы указы и распоряжения самодержавного Петра I исполнялись на всей территории России. Это такая изначальная была задача, да? Изначально. Даже в Франции, когда она возникла еще, да, при Филиппе IV Красивым в 1325 году, была та же самая задача. Во-вторых, особое место и роль прокуратуры в системе государственных органов власти и управления, что, в принципе, определено в Конституции Республики Беларусь. Там написано, что прокуратура осуществляет надзор за точным, единообразным исполнением законов на всей территории Республики Беларусь. Опять же, я, возвращаясь к Конституции, я только беру основной закон, который действует на всей территории нашего государства. В Конституции написано, что права и свободы граждан гарантируются Конституцией. А гарантом выступает президент. А президент Республики Беларусь, выступая на собрании 12 августа 2010 года, на совещании прокурорских работников, сказал, говорит, мне рекомендуют ввести институт уполномоченных по правам человека. Так вот, я считаю, что именно вы, прокуроры, должны стать опорой президента в деле защиты прав и законных интересов граждан, государственных и общественных интересов. Поэтому там, где нарушается закон, где нарушаются права, безусловно, должен быть прокурор. Ну, вторая, конечно, причина, это, безусловно, прокурор в своей деятельности независим. Он не подчиняется ни одному должностному лицу, он руководствуется только законом. Вмешательство в деятельности прокурора, какое-то давление на него запрещено законом. И более того, в определенных случаях может повлечь уголовную ответственность. Ну и еще одну причину я назвал. Законодательство, Конституция, закон о прокуратуре предоставляет прокурорам довольно большой объем полномочий, которых достаточно остановить и взорвавшегося чиновника, и распоясавшегося гражданина. Для прокурора нет таких людей, для которых закон не писан. Но вместе с этими полномочиями, я так понимаю, что у вас и большая ответственность, которая ложится на ваши плечи, потому что на сегодняшний момент прокурор – это действительно последняя инстанция и надежда. Вот хочу, прежде чем перейдем к вопросам, которые поступили к нам от телезрителей, скажу, что кроме вопросов были также еще и поздравления, потому что сегодня именно отмечается День работников прокуратуры. Поэтому от всех телезрителей, от всей нашей творческой группы, от всей компании «Игро 1 плюс» я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником, ну и желаю действительно вам успехов. И чтобы, наверное, прокурор был не надеждой последней, а последней инстанцией, которая выносит окончательный бесповоротный вердикт. Спасибо. И вот этими словами, да, вы все-таки как-то, я считаю, вселили положительные эмоции в нашего ветерана. Потому что те, кто смотрят, уже знают, что сегодня профессиональный праздник, День работников прокуратуры. Владимир Владимирович, ну скажите, вот с какими все-таки вопросами чаще всего обращаются к прокурору? Что волнует на сегодняшний момент жителей нашего города? Ну, наверное, если бы люди обращались с однотипными вопросами, то мы бы не были прокуратурой. Вопросы, которые поступают в органы прокуратуры, разные. Ну, давайте мы возьмем статистические цифры. Примерно за год в прокуратуру города Гродно поступает до 800 обращений. То есть это и обращения граждан, и обращения юридических лиц. Тематика вопросов, безусловно, разная. Жалуются люди, не согласные с процессуальными решениями, принятыми органами внутренних дел, следователями Следственного комитета. Жалуются люди, которые не согласны с привлечением их к административной ответственности. Либо, наоборот, считают, что виновное лицо необоснованно к такой ответственности не привлекли. За это жалуются люди, которые пострадали от нарушения их трудовых прав. Часто, ну, бывает, когда к нам обращаются люди в связи с невыплатой детских пособий. Да, то есть особенно этим грешат частные структуры. В этих случаях мы реагируем оперативно и жестко. За текущий год мы привлекли за такие нарушения закона к административной ответственности 12 должностных лиц. Поэтому тематика вопросов безусловно разная. Есть, конечно, такой момент, что согласно закону о прокуратуре мы рассматриваем только те же обращения граждан, которые не подведомственны другим органам, для которых не предусмотрен судебный порядок разрешения спора, для которых не предусмотрен порядок разрешения в соответствии с уголовно-процессуальным, административно-процессуальным, гражданско-процессуальным кодексом. Такие обращения, как правило, мы направляем по подследственности, по подведомственности в соответствии с действующим законодательством. Есть обращения, которые, скажем, связаны с нарушением прав несовершеннолетних, коллективные обращения, обращения от граждан, которые не могут самостоятельно защитить свои права в силу различных причин. Мы такие обращения берем на контроль, выходим потом в те организации и органы, которые занимались их рассмотрением, смотрим, то есть следим за тем, чтобы это решение в полной мере соответствовало нормам закона. Ну давайте тогда уже начнем, перейдем к вопросам, которые поступили к нам от телезрителей. Марина из Гродно. Я разведена с мужем, но мы живем в одном доме, который вместе строили. Уже после развода у мужа возникли долговые обязательства. Когда я была на работе, судебные исполнители описали имущество в доме. Правомерно ли это и должна ли я расплачиваться по долгам бывшего мужа? Ну, если мы посмотрим законодательство, то согласно статье 23 Кодекса о браке и семье, все имущество, которое нажито супругами во время брака, является их общей совместной собственностью. Неважно, если один, например, может быть работал, а второй в это время смотрел за детьми и вел домашнее хозяйство. Это общая совместная собственность. Да, при заключении брака имущественные моменты могут быть оговорены в брачном договоре. Если они оговорены, то за каждым членом семьи... В этом случае проще, скажем, если оговорены. Понятно. Если же такого брачного договора не было, все имущество является совместно нажито. Здесь и смысл обращения непонятно, в связи с чем стал вопрос. Возможно, данное имущество описали в связи с совершением, ну, скажем там, либо гражданского правонарушения, которое повлекло долговые обязательства, либо уголовного преступления, которое тоже повлекло за собой конфискацию имущества. По этой причине человек, если считает, что вместе с имуществом его мужа бывшего было описано и ее имущество, она вправе обратиться в суд с заявлением об исключении имущества из описи арестованного имущества. В этом случае, безусловно, она должна предоставлять доказательства того, что это именно ее имущество, что было куплено ей вне брака, превратено вне брака, что на это были потрачены денежные средства ее личные, вне брака опять же. Ну, вот в таком случае, к примеру, какие могут быть документы, я не знаю, свидетели, которые могут сказать о том, что мы покупали, к примеру, вот этот диван за деньги мамы. Это могут быть и документы, это могут быть и свидетельские показания, да, это могут быть, безусловно, какие-то документальные подтверждения, что человек имел денежные средства и мог в состоянии купить то или иное имущество. Извините, когда на кону иногда стоит квартира, и возникает мама лица и говорит, я купил эту квартиру, а мы анализируем сведения о ее пенсии, и понимаем, что она не могла чисто, исходя из своих материальных возможностей, приобрести не то что квартиру, но и 5 квадратных метров в этой квартире, то, безусловно, это оценивается судом. Хорошо, тогда следующий вопрос. Моя дочь Елена одна воспитывает троих детей, ее муж находится в розыске и никаких алиментов на детей не выплачивает. Каким образом можно взыскать алименты, куда обратиться за помощью? Изначально либо в приказном порядке, либо в порядке искового производства, если место человека неизвестно, она должна взыскать алименты на содержание детей. Это первый момент. Если, я так понял, из сути вопроса, скорее всего, такое решение суда уже есть. Другое дело, что алименты не взыскиваются, не начисляются. Поэтому ей нужно второй шаг, конечно, обратиться в отдел принудительного исполнения судебных решений. По территориальности Ленинского и Октябрьского районов. Не стыдиться прийти на прием к начальнице, к начальнику этого отдела и объяснить ситуацию, чтобы она посмотрела, работает ли исполнитель по его отысканию. Потому что бывает, что человек не скрывается, живет там в соседнем городе. Это второй путь. Второй момент. Ну и третье. Если он уже вообще злостный, не плательщик, нужно обращаться в органы внутренних дел для возбуждения в отношении него уголовного дела по статье 174. Нужно три месяца, если человек в течение года не платит алименты в течение трех месяцев, в течение года, не обязательно подряд. У него усматривается состав преступления, предусмотренный статьей 174, и он должен нести ответственность. Возбудит уголовное дело, объявят розыск, при необходимости межгосударственный розыск. Будут его искать, найдут, привезут в наручниках, посадят в тюрьму, выйдет, будет платить. Ну а вот в этот период, когда его не могут найти, может ли кто-то выплачивать алименты, кто-то хотя бы какие-то деньги на содержание детей? Нет, я понял. Нет. Алименты взыскиваются с родителей на содержание их детей. То есть нет одного из родителей, нет алиментов? Да, нет алиментов. То есть задолженность на него начисляется, начисляется пеня определенного рода, да, за несвоевременную выплату этих алиментов, и она в дальнейшем должна погашаться, это долг на него висит. Ну, к сожалению, есть такие граждане, да, которые... Вот насколько часто вам приходится сталкиваться вот с такими ситуациями, которые касаются денег и детей? Часто. Часто, да. Я хочу сказать, что по статистике число преступлений, связанных с нарушением алиментных обязательств, именно 174-й статьи, по их количеству стоят на втором месте. На втором? На втором месте, да. Поэтому довольно часто. Здесь же и обязанные лица есть тоже, да, которые обязаны платить деньги, затраченные государством, на содержание их несовершеннолетних детей, да. Ну вот вы сказали, что эти преступления стоят на втором месте. А что стоит на первом? Не хотелось бы о грустном сегодня, но все-таки... Ну, вы сами знаете этот вопрос, ответ на этот вопрос, вернее, это кражи. Банальные кражи, да. 30% от всего количества зарегистрированных преступлений — это кражи. А есть еще такая градация, как по линии уголовного розыска, там 63% составляет кражи. Да, ну вот, для примера, сколько у нас? 149 преступлений за 5 месяцев зарегистрировано, 305 краж. 350 кражи. Люди оставляют мобильные телефоны, барсетки, планшеты, обеспечивают, не закрывают, скажем, доступ в автомобили, где также оставляют на ночевку. Сами домой идут ночевать, а там оставляют на ночевку ценные вещи, которые будут ночевать уже у кого-то другого. Велосипеды. Да, вот в последнее время, кстати, было, по-моему, очень много дел по поводу кражи велосипедов. И сейчас очень много велосипедов идет, и органы внутренних дел говорят, пришло лето, начинаем искать велосипеды. Да, действительно, это бич. Но всегда такое было. С одной стороны, получается, что у нас, в принципе, такая образовалась неплохая, хорошая даже, можно сказать, мода на здоровый образ жизни. Да, это велосипеды, это ролики, люди как-то начинают заниматься собой и спортом. А с другой стороны, вот увеличилось количество велосипедов, которые, к сожалению, находят других хозяев. Ну, это не то, что мода к этому так привела. Да, просто материальное состояние людей подросло. Появляются такие вещи, предметы, да, которые рассматриваются как повседневные. Вот мобильный телефон повседневный, а почему я его не могу там оставить на прилавке в магазине, да? Это же мой телефон, но потом же они обращаются в органы внутренних дел. Почему я телефон не могу оставить в подъезде, да? Хотя дверь не имеет центрального замка, например. Есть же органы внутренних дел, они же найдут. Потому что людям иногда нужно самим подумать об обеспечении, сохранности своего имущества. Потому что их имущество, их деньги, в конце концов. На этой ноте мы прервемся буквально ненадолго. Рекламу на нашем канале не переключайтесь. Мы продолжаем программу «Назревший разговор». Напомню, что в гостях у нас прокурор города Гродно, старший советник юстиции Владимир Владимирович Клишин. Мы работаем в прямом эфире. Телефон в нашей студии 77-33-37. Звоните, задавайте свои вопросы нашему гостю. Владимир Владимирович, вот мы уже с вами оговорили ряд основных, наверное, моментов, вопросов. Но есть еще вопрос от наших телезрителей. К нам позвонила Елена. Спрашивает, мужу не выплачивают зарплату. Куда нам лучше обратиться? Ну, здесь, безусловно, есть ряд моментов. Первый момент, на основании каких отношений он работает в организации. Это может быть либо трудовое соглашение, предусмотренное Трудовым кодексом. Это одно. Второе, это может быть, скажем, коммерческая структура, где он выполняет работы по договору подряда. Это совсем другое. Если мы берем первый вариант, да, первый вариант, человек работает по Трудовому соглашению, то, согласно действующего Трудового кодекса, в случае невыплаты своевременной заработной платы, он может обратиться в суд о взыскании данных денежных средств, плюс за каждый день просрочки он вправе потребовать, да, соразмерную выплату, исходя из расчета среднего заработка. Это первый путь. Трудовой кодекс освобождает граждан от уплаты госпошлиной за подачу заявлений. Если это государственная структура, я предлагаю обратиться к нам, в органы прокуратуры, и на следующий день им будет выплачена зарплата. Я это гарантирую. Ну что ж, Елена, я думаю, услышала вас. Если под уговору подряда, нужно тоже обращаться в суд, к сожалению. Видите, мы опять переходим к тому, что все-таки прокурор последняя инстанция, которая однозначно решает многие вопросы. В прошлом году был у нас отмечен значительный рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Как складывается ситуация в городе нашем в этом уже году, в 2015? Ну, проблема распространения наркотиков, проблема употребления психоактивных веществ, действительно, она стала актуальной для Республики Беларусь. Впрочем, как и для всех остальных стран и бывшего Советского Союза, и западноевропейских стран. Угроза, связанная с распространением наркотической заразы, выдвигается на лидирующей позиции. То есть, как угроза безопасности, рассматривается как одна из таких существ. В Республике Беларусь приняты определенные меры и законодательного характера, которые, безусловно, позволяют контролировать ситуацию в этой сфере. Да, прошлый год у нас связан с ростом числа зарегистрированных преступлений в сфере наркобизнеса. Есть, почти в два с половиной раза по городу Гродно, в том числе со сбытом почти в три раза. Обнаружилась такая тенденция нехорошая, что эти употребления психоактивных веществ в основном стала подчеркатива молодых. Молодые уже, да. Плюс, конечно, несовершеннолетние. Если раньше за год, например, с несовершеннолетними таких преступлений не совершалось, в прошлом году, смотрите, из 113 было совершено 46. Несовершеннолетние. Да, проблема есть. Но я хочу сказать, что государство проводит целенаправленную политику по борьбе с наркомами. Еще в 14 ноября 2014 года был принят декрет, который регулировал декрет номер один о регулировании оборота Семян Мака. 28 декабря 2014 года президентом был подписан декрет номер 6 о неотложных мерах в сфере распространения наркотиков. И в феврале и в январе в уголовный кодекс, в административный кодекс были внесены соответствующие изменения. То есть что же кардинально произошло? Во-первых, была введена административная ответственность за употребление, ненахождение граждан в общественных местах в состоянии, вызванном потреблением наркотиков и психотропных веществ. Была усилена уголовная ответственность. В частности, за распространение и хранение, приобретение с целью распространения особо опасных психотропных веществ и их аналогов в крупных размерах. Уголовная ответственность установлена от 8 до 15 лет лишения свободы. Была введена такая норма, которой раньше не было. То есть если сбытчик сбывает кому-то наркотик, и в результате его употребления покупатель погибает, то введена уголовная ответственность по части 5 ст. 328 от 12 до 25 лет лишения свободы. Но как вы считаете, вот эти принятые нововведения, принятые усиленные меры по борьбе с незаконным оборотом, с употреблением, с распространением наркотиков, они достаточно сильны? Вот у нас есть от телезрительницы Елены также был звонок, которая говорит, может, стоит усилить ответственность за распространение наркотиков, особенно продажу спайсов, ведь на наши глаза гибнет молодое поколение. Я, по-моему, ответил, да, ответственность усилия. Ответственность усилия. Более того, была пересмотрена судебная практика. Если раньше мы считали, вот наркоман, который употребляет, скажем, вытяжку из коловок мака, так называемый опиный наркоман, больной человек, его надо лечить. Поэтому судебная практика шла, если он первый раз попался за это, ну, как правило, лишения свободы не давали. В настоящее время судебная практика пересмотрена, и к таким лицам спрос в них ужесточен. Никаких ни отсрочек исполнения наказания, ни условного назначения наказания. Как правило, это реальные наказания. В ряде случаев и лишения свободы. Но я хочу сказать, что на основании этих законодательных актов была разработана целая программа Совета министров комплексов мер по борьбе с наркотиками. И здесь же входят и другие организационные моменты мероприятий. Конечно, они дали результат. Ну, смотрите, распространение шло посредством сети интернет, да. Научились с этим бороться, научились. Деньги поступали на электронные кошельки. Декретом предусмотрено. Электронный кошелек в банке должен быть идентифицирован на человека, да. Конечно, препон распространения. Мы знаем человека, мы его идем, берем и спрашиваем, привлекаем к ответственности. В прошлом году было три группы задержанных, которые занимались распространением спайцев. В этом году уже тоже, по-моему, три группы задержаны, да, и заключены под стражу. Уже пошли приговоры, которые показали, что за эти преступления наказание будет никак не меньше 12 лет лишения свободы. В прошлом году, чтобы обратить внимание на строгость наказания, мы осуществляли выезды учебного заведения, где в присутствии учеников заключали под стражу лица, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Безусловно, это дало свои результаты, дает. И цифры статистики об этом говорят. То есть уже идет тенденция к снижению количества преступлений. Да, по городу Гродно число преступлений, связанных с незаконным распространением наркотиков, снизилось. Да, со сбытом пока незначительно, где-то на 10 преступлений. Но я думаю, что те... Ну раз уже тенденция положительная наметилась, я думаю, она обязана просто продолжаться. Да, но беда-то в чем? Что, во-первых, нельзя останавливаться. Нельзя почивать на лаврах, что вот мы достигли каких-то результатов и дальше все пойдет. Нет, нельзя. Далее, во-вторых, мы должны четко себе обозначить проблему, что данные преступления носят латентный скрытый характер. То есть работа по выявлению этих преступлений должна быть построена на постоянной основе. Мы вернемся в студию программы «Назревший разговор» буквально через несколько минут, а сейчас реклама на нашем канале. Вы смотрите «Назревший разговор», и мы продолжаем беседу. Напомню, телефон в студии 77-33-37. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю. Владимир Владимирович, к нам поступило еще огромное количество вопросов. Я даже сомневаюсь, что все мы сегодня успеем в эфире озвучить. Но давайте начнем, наверное, вот с этого. Татьяна позвонила. В браке построила квартиру. Квадраты брала только на себя и детей. В случае развода может ли муж претендовать на квартиру? Может. Сразу говорю. В браке совместно нажитое имущество. Прекрасно. Геннадий. Пристав, понятые, начальник ЖЭСа вскрыли квартиру по решению суда. Я в ней прописан, но не владелец. Законно ли решение суда? Неотмененное решение суда является законом. Ее нужно исполнять. Это акт применения закона. Я тоже. Подлежит обязательному исполнению. Я не думаю, что пристав, понятые, начальник ЖЭСа самовольно пришли и вскрыли квартиру. Правда? На то наверняка были какие-то основания. У нас судебные исполнители, а вообще-то они приставы. Человек так вольно трактует некоторые термины. Кстати, по поводу приставов, может быть, попозже чуть поговорим. Позвонил к нам Дмитрий. Сам проживаю в Гродно. Получил квартиру 5 лет назад в кредит на 20 лет. В этом году умерли родители в Слониме, у них осталась собственность и квартира. Подал документы на наследование. В случае развода, например, будет ли квартира в Слониме моя или она считается совместно нажитым имуществом? Недвижимые вещи, впрочем, как и движимые, полученные по наследству, в состав общего совместно нажитого имущества не входят. То есть в случае, к примеру, развода, квартира останется его? Да, получил наследство – это его. Совместно нажитое нужно будет, чтобы они совместно наживали, кто-то работал, откладывал деньги, что-то приобретали. Вот что имеется совместно нажитое. Ирина Станиславовна к нам еще позвонила. Как можно к вам записаться на прием? Где и когда? Я, многодетная мама, хочу с вами проконсультироваться по квартирному вопросу. Лично я веду прием каждую среду с 9 до часу. Можно прийти без предварительной записи по адресу Дубко 7, и я вас приму. Если меня не будет по каким-то причинам, это может быть командировка, например, да, то мой заместитель по интересующему ее вопросу примет и даст профессиональную консультацию. Если она, как мать троих детей, да, ей сложно выбрать время, например, прийти в среду, то она может позвонить по телефону 43-26-18 и записаться, когда ко мне на прием, согласовав дату и время, я ее приму и постараюсь ответить на все интересующие вопросы. Повторим еще раз номер телефона 43-26-18, Дубко 7. Но судя по вопросам, которые к нам поступают вот сейчас во время прямого эфира, большинство из них касается почему-то квартирных, наболевший квартирный вопрос. Вот как вам кажется, какова основная причина? Почему людей волнует извечный квартирный вопрос? Ну, здесь как бы я рассматривал квартиру в этих вопросах не как жилое помещение, да, а как некое имущество. И людей это как раз-то очень волнует. Никто не хочет отдавать свое имущество, если оно нажито законным путем, конечно. Поэтому и их озабоченность. Владимир Владимирович, сегодня ваш профессиональный праздник. Вот именно для вас прокурор — это работа или призвание? Ну, такой вопрос, конечно. С одной стороны, это, конечно, работа, поскольку наш труд оплачивается из бюджета. Но с другой стороны, прокурорский надзор — это деятельность, призванная государством для охраны законных прав и свобод граждан, государственных и общественных интересов. То есть работа, призванная государством. Поэтому с точки зрения законоформальной логики, это, конечно, призвание. Призвание, которое дает зарплату. Это дает зарплату. Ну, я вообще так думаю, знаете, когда человек куда-то идет на работу, да, потом проработав в этой отрасли определенное количество лет, вырос профессионально. И когда он смотрит, вот я смотрю, думаю, а смогу ли я работать телеведущим? Думаю, нет, да. И я понимаю, а кем я смогу работать? Только в прокуратуре. Значит, я делаю вывод. Это мое призвание. Так же, как и вы, Галина, смотрите. А смогу ли я работать в прокуратуре? Ну, я бы попробовала. Ну, попробуйте. Вот, кстати, вы говорите о том, что как бы есть определенный карьерный рост, да? Вот насколько был тернист ваш путь до должности прокурора? Ну, знаете, я уже работаю в должности прокурора с 99-го года. То есть Кареличи, мой любимый Гродненский район, к которому я, ну, скажем так, смотрел, чтобы там соблюдался закон в течение 9 лет. Октябрьский район, город Гродно. Я хочу сказать, что для работников прокуратуры, да, это важно, но это не главное. Понимаете, главное, чтобы ты рос в профессиональном плане. Главное, чтобы к тебе прислушивались как к профессионалу. И работники органов внутренних дел, и следственного комитета, и суда тоже в том числе. Когда ты можешь решать вопросы именно профессионального характера, да, вот тогда ты, наверное, получаешь удовлетворение от своей работы. Ну, карьерный рост, я всем молодым говорю, надо терпеть, он придет. Вот вы сказали, что проработали в Кареличах и в Гродненском районе, и в Октябрьском районе города Гродно, в итоге город Гродно. Как за это время ваше восстановление прокурором города Гродно, вашего профессионального, так сказать, роста, вообще изменилась вся структура прокуратуры, подход, наверное, к общему? Вот какие основные моменты, может быть, что-то совсем в корне поменялось? Вот если даже, может быть, начать с того, с чего вы начинали нашу программу. Поменялось. С бюрократией боролись, а теперь? Сейчас тоже боремся. Сейчас тоже боремся с бюрократией, и есть у нас законодательство об обращениях граждан. И в прошлом году мы привлели к административной ответственности четыре должностных лица, потому что так вот вольно трактуют и относятся к насущим вопросам, которые выдвигают перед ними граждане. И в этом году уже привлекли одного. Я думаю, в дальнейшем, если будут нарушения с их стороны, мы будем их привлекать. Что же изменилось? Изменилось, конечно, существенно. Если мы возьмем, мы все знаем, что с образованием Следственного комитета произошло перераспределение уголовно-процессуальных функций. Раньше в органах органа прокуратуры осуществляли следствие по наиболее сложным уголовным делам. Приходилось выезжать на места происшествия по убийствам, по изнасилованиям, по преступлениям, совершенными сотрудниками органов внутренних дел. То в настоящее время эти функции все переданы Следственному комитету. Поэтому в этом плане, конечно, мне жалко молодых, скажу честно. Это было довольно-таки интересно. Особая романтика в этом была. Да, какая-то романтика есть. Во-вторых, в принципе, преступник. Он, наверное, часто человек, ну он вменяемый, конечно, но с точки зрения нас с вами, несколько с такой деформированной психикой, несколько деформированным взглядом на определенные вещи. И вот понять его внутренний мир, разговаривать его иногда, вывести его на чистую воду, как говорится, ну это довольно интересно. К сожалению, молодых сейчас этого нету, но тем не менее, когда к нам приходят молодые стажеры, мы по договоренности со Следственным комитетом их посылаем и на места происшествий, и даем расследовать уголовные дела, чтобы они все-таки... Набирались опыты и практики. Знали, да. Спасибо большое, Владимир Владимирович, что нашли время прийти к нам в студию, ответить на многочисленные вопросы наших телезрителей. Я думаю, что те, на которые мы не успели ответить, мы обязательно вам передадим. Вы будете как-то на них реагировать. Но сейчас я вам предоставляю слово. Я думаю, вы хотите поздравить своих коллег с праздником. Да, спасибо, Галина. Я хочу поздравить всех коллег, всех работников прокуратуры, которые в настоящее время носят форму, носят погоны. Я хочу сказать, что они действительно делают важное и нужное для нашего государства дело. Я, конечно, хочу сказать слова благодарности нашим ветеранам органов прокуратуры. Некоторым сегодня я пожал руку. Тем, кому я руку сегодня не пожал, я гарантирую, что если вы придете в прокуратуру города Гродно, мы окружим вас вниманием и заботой. Я хочу вам пожелать здоровья, жизнерадостности, терпения, конечно, и оптимизма. Ну и, в конце концов, раз прокуратура – орган закона, я хочу поздравить и всех граждан, которые День прокуратуры считают не только нашим профессиональным праздником, но и своим праздником, праздником торжества законности. Спасибо большое. Спасибо вам. На этом время наша программа подошла к концу. В студии для вас работала Галина Амбражей. Всем желаю приятного вечера и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин